Всем привет! Мы на 36-м уроке по Terraform. На этом уроке я вам расскажу, как работать с Terraform Workspaces. Terraform Workspaces это такая фича в Terraform, которая позволяет вам тестировать, это чисто реально только для тестирования. Разные апдейты, если вы боитесь работать с production напрямую, что-то там изменить и поломать, можно использовать Workspace, который позволит вам создать, можно сказать, как копию вашего продакшена. Сейчас вам покажу, как все это работает и все станет очень ясно и понятно. Итак, смотрите, мы в AWS Console, так как мы работаем с AWS, у нас есть сервер, видите, production сервер такой простой, вот у него IP-адрес, IP-адрес у него это Elastic IP, и вот Elastic IP, просто меню и меняется этот юзер-интерфейс, и это было сменяет, это немножко выглядит по-разному, можно перейти в старую, кстати, нажимаете, будет все по-старому и более понятно, понравилось, нет, не понравилось, ведь старый немножко более понятен, мне кажется. Ладно, давайте прием в новый, будем мучиться дальше. Как бы вы ни отвечали, кстати, в этих сервер, ничего не поможет, они снова переведутся на новое, даже если это будет ужасно и уродско. В общем, это у нас Elastic IP, это у нас EC2 instance, и у нас security group, конечно же, к нему есть, которую мы подняли через Terraform. Terraform, вот его код, вот этот код, видите, один простой файлик, EC2 с юзер-дейта, тут небольшая, вот security группа наша, и вот наш Elastic IP, сразу привязанный к этому серверу, и output. То есть, все вот очень просто. И у нас есть конфиг файл такой, который говорит, где нам сохранять remote state. Remote state сохранен в S3 bucket, вот в таком названии S3 bucket, вот в такой путь файла. Давайте перейдем в наш консуль, откроем S3 bucket, и найдем этот файл, вот этот S3 bucket, ADAT Terraform state, production, prod и Terraform state. Точно, именно, как бы, все идеально, то, что мы прописали. Все, все отлично. Теперь вы хотите сделать какое-то изменение, вот у вас задача, какое-то изменение там сделать, но вы при этом боитесь, что что-то будет не так. Ну, мало ли, как бы, то есть, реальность, представьте, это простая инфраструктура, то есть, у меня реальность, один сервер, и все. А если у вас что-то огромное, да, или что-то такое, ну, с кучей dependencies, в общем, сложноватые вещи. Как делать тесты? По идее, как вы делаете просто дубликат, копипест этого файла в какую-нибудь другую директорию, и поднимаете свою инфраструктуру с этими файлами, да, со всеми Terraform. Если все работает, то в этом же изменении делаете уже production. В принципе, да, так это все работает. Можно делать по-другому, можно использовать workspaces. Переходим в наш консуль. Давайте запустим команды, и в workspaces существует 5 команд workspaces. Давайте я вам все их покажу. Первая команда Terraform workspaces show. Она покажет, в каком workspaces вы сейчас работаете. Вы не поверите, но вы работаете в workspaces. Если вы об этом никогда не знали, вы работаете в workspaces, который называется default. Terraform workspaces list. Продействует, какие workspaces вообще существуют. Ну, если вы никогда не пользовались, то, конечно, он покажет только default. Terraform workspaces new. Это создать новый workspaces new. И здесь выходит название, там, мой тест. Вот, типа того. Кстати, когда вы делаете new, он тут же в него делает switch. То есть он переходит в него сразу же. Terraform workspaces select. Это если перейти в какой-то другой, между существующими workspaces. И Terraform workspaces, когда вы тест проделали, все работает вроде, все знаете, как делать. Не боитесь, теперь уже в продакшене делать, те же изменения взять. Вы убиваете ваш старый workspaces. В нем тоже здесь нужно название дать. И все. Ну, это 5 команд. Ничего страшного. Сейчас я вам всем покажу, как пользоваться абсолютно всеми. И так, давайте первую. Terraform workspaces show. Он покажет, в каком workspaces мы сейчас находимся. Ну, как я говорил, я никогда не использовал workspaces, поэтому он всегда вам покажет одно и то же. Давайте выберем лист, какие вообще есть. Так как я не создавал, он покажет, что есть только у default. Видите, звездочку ставить. Если мы создадим новый, он покажет, конечно же, что мы переходим в другой. Вот. Теперь, смотрите. Я запускаю, так, для ознакомления, terraform, apply, да, вот я команду запущу. Я сейчас в default workspaces, ну, есть у нас production, проверю, что все, короче, задеплоено, никаких изменений здесь нет. Я сейчас собираюсь какое-то изменение сделать, и боюсь его делать сразу на production, поэтому я хочу сделать его на не production, проверить, все ли работает, тогда уже сделаю на production. Не буду бояться. Видите, никаких изменений не надо, потому что это мой production, рабочий, все хорошо. Короче, я собираюсь какие-то изменения сделать. Для этого мы созрим новый workspace, терла, короче, мы днем команду, вот, terraform workspace, new, и назовем его, допустим, my test, первый тест я делаю. Вот, you are now on new space, ведь я сделал workspace, empty workspace. Что это значит? Что если я сейчас запущу terraform plan или terraform apply, он скажет, что ни один ресурс не создан, то есть, хотя у нас, смотрите, здесь никаких файлов не добавилось, main config остался, и при этом config, видите, у нас говорит, что remote state находится здесь, и remote state у нас же есть, production же у нас бежит, сейчас, да, все нормально, и при этом, если я запущу terraform, давайте plan, да, вот, что запустить из этого workspace, что он мне скажет сделать? Сейчас вы увидите, сколько у меня есть ресурсов, у меня есть ресурс 1, 2, и 3, да, сейчас вы увидите, что будет. По идее, все мои ресурсы существуют, правильно? Но так как я в новом workspace, в этом workspace эти ресурсы не существуют. Видите, он собирается сделать эти три ресурса, то есть, как бы он делает дубликат. Вот так, а теперь, смотрите, если я запущу команду terraform workspace list, видите, два, если terraform show, покажет, в каком я сейчас. Вот так вот. Можно вернуться обратно, как я говорил, select, select, default, default, show, в каком я, в default, видите, list, все, отлично. Давайте вернемся обратно в мой тест, сделаем какой-нибудь тест, и посмотрим, где вообще сохраняется это, если у меня remote state этого какого. Потому что я сейчас, вот, я сейчас здесь запущу terraform plan, да, мне скажут, что ничего не надо делать, потому что мы же в default, и все уже задеплоено, а в mytest надо все деплоить сначала. Это, можно сказать, как бы, remote state, remote state у нас прописан, хранить его вот здесь, но workspace, у нас внутри есть несколько workspace, и сейчас я вам покажу в astray bucket, и что происходит. Так, давайте сначала сделаем switch, select, перейдем в мой тест 1, окей, теперь я сейчас вам покажу, вот наш remote state, еще раз, это мой bucket, это мой директор, я здесь нажму refresh, видите, что появилось. Так как я создал workspace, появляется папка env, двоеточие, и все workspace будут сохраняться здесь. Вот видите, workspace, mytest, и что в нем? В нем сначала начинается prod, и это дело. То есть, как говорится, если мы сейчас скажем, секунду, я его вернусь сюда, он как будто бы создал здесь вот такую штукенцию, env, двоеточие, двоеточие, слэш, название этого, mytest1, слэш, вот так вот. То есть, вот что добавилось, можно сказать, когда вы создаете этот workspace, вот что добавляется в невидимом месте сохранение вашего remote state. Вот так вот, это очень важно, значит, куда вообще, где сохраняется, где все это дело. Короче, мы сейчас здесь запускаем terraform, apply сразу. Он сейчас задеплоит нам эти три ресурса, возьми, будет второй сервер, который называется также security group, который называется, в принципе, также, кстати, security group с названием абсолютно одинаковым нельзя взять, поэтому вот это, может быть, конфликт произойти. Потом, если у вас есть эти, как вон, IAM роли, которые там прописаны имя, тоже нельзя создать второй IAM роль с таким же именем, то есть, можно написать конфликт, будет вам ошибки, допустим, что такой ресурс already exists. И я вам могу сказать, давайте нажмем yes, у меня здесь ресурсы все будут, не будет никакого конфликта, все будет окей. Ну, если у вас такая вещь происходит, я вам сейчас покажу, как справиться с этим делом. То есть, вам нужно использовать какую-то переменную, да, например, переменная, которая с именем вашего workspace, которую можно использовать в качестве части имени, допустим, там, сервера или чего-нибудь. Я еще покажу, как это делать. Сейчас, по идее, что мы делаем, мы деплоим тот же самый код, который у меня и был, в принципе. То есть, поднимаем дубликат, еще один, еще один дубликат, это же инфраструктуры. То есть, ну, у меня инструктура проста, один сервер, IP-адрес и security group к нему. Все, молодец, деплоил, даже IP-адрес, и ждал, ведь, и дал, можно пойти, все будет там работать, проверить. Давайте посмотрим, что у нас здесь создалось, кстати, ну, и перейдем вот сюда, в EC2, по идее, мы увидим два сервера с абсолютно одинаковым названием, кстати. И кто из них мой, кто их не мой, ну, мой это вот это, конечно, я знаю, что по IP-адресу. Ну, такая, да, ну, как бы он создал просто дубликат. А как знать, как нам подобавлять, как бы, в workspace, имя какое-нибудь добавить, то есть, желательно такое делать. Видим, что везде просто дубликат создался. Ну, при этом я теперь могу спокойно, где-то мой, господи, я тебе говорю. Сделать какие-нибудь изменения, и я не задену свою старую инструктуру. Давайте прям сейчас и сделаем. Но при этом мы сделаем два изменения. Мы сделаем изменения, как бы, реально какие-нибудь на самом сервере. И мы сделаем изменения, чтобы назывался, он здесь, видно было, что это называется по-другому как-то. Ну, допустим, даже тут же так добавить, да, здесь какой-нибудь. Сейчас это и сделаем. Что я знал, что это мое другое. Перейдем в наш код. Это нам не надо. Вот, main. Ну, давайте здесь чего-нибудь изменим, изменим. Вот, имя, да. Имя, я хочу в имени добавить workspace. Название моего workspace, которое ты имел, называется mytest. Я не хочу писать mytest1. Название workspace. Есть такая штукенция. Вот такая. Terraform. Это будет такая немножко переменная terraforma. Terraform workspace. Это название, именно название, и не больше. Это всего лишь название workspace, в котором мы сейчас работаем. Вот все, что будет. Да, давайте этого хватит, наверное, да. Ну, зале, может, что-нибудь здесь подправим, давайте. А, я знаю. Давайте сделаем H1. Здесь будет большими буквами написано. Такое, то есть, супер-маленькое изменение сделаем. Деплоем это дело. Я сейчас в этом, кстати, в workspace с вами нахожусь. Первым. То есть, тестирую что-то. Да, кстати, важно, как бы, это не гид. То есть, workspace это не гид, который вам будет код, как говорится, версии кода менеджмент делать. То есть, вы кодом сами управляете. То есть, если у вас гид установлен, то он сам будет управлять. Но workspace это просто диплойменты. Это, как говорится, версии диплоймента. Вы можете подумать, что в workspace хорошо используется, тогда сделать staging, production, development. Нет. Это не для этого. И в экзамене, если вы собираетесь делать экзамен терраформовский, там будут такие вопросы. Для чего в workspace? В workspace это только для тестирования, девелоперов и все. То есть, для таких маленьких вещей, которые мы сейчас с вами примерно делаем. Это не для staging. Для staging и там development environment полностью нужно держать отдельный environment. Вот видите, он собирается сервер мне переделать. И как его изменить там что-то еще? А, ну, добавить там что-то. Собирается, ну, изменить, и эластик IP поменяет этот, короче, бла-бла-бла. И вот, видите, кстати, как будет называться мой сервер? ProdServerMyTest1. То есть, он добавил сюда, вот вместо этого, вместо terraform workspace добавилось название этого самого. Ладно, пусть это сделает по-белинькому. И мы сейчас сделаем с вами, допустим, еще один workspace. Test2, да, и хотите что-то еще попробовать. И все, и при этом вы не хотите трогать production. То есть, production, чтобы остался production. Вот он молодец, все сделал. И можно... Делать, перейдем, увидимся с сервера. Refresh делаем, должен быть написан наш. Вот видите, мой тест, да, все отлично. Если перейти, работает, да, вот наша страничка даже работает. Работает, короче, такой веб, простой сервер. Так, давайте попробуем еще один сделать. Terraform workspace new mytest2. Сделаю еще один workspace. Чистый, он тоже создастся чистый. И можно будет деплоить с нуля. Еще одну версию, как говорится, пробовать так, так. И какая за работу, вы знаете, ага, вот что я изменил в коде. Тогда можно постирать черту эти все в workspace и задеплоить все. Workspace, давайте посмотрим лист, какие у меня теперь есть, в каком я нахожусь. Можно лист запускать, шоу вообще не запускать никогда. Лист допускаете, покажите все, которые есть, и в котором вы сейчас будете стать подзвездочкой. Видите? И Terraform. Я не буду деплоить это еще раз. Terraform plan, если я запущу. Сейчас увидим, скажет, три штуки надо деплоить, потому что это empty. Когда вы делаете workspace, он пустой workspace, и с вашим кодом Terraform, который можно задеплоить. Сделать копию еще одну. И, кстати, если мы перейдем в S3, вот на S3 bucket, ADV Terraform State. Вот он, environment, потом, это потому что у меня есть workspace. Заходим сюда, просто refresh здесь нажмем. Видите, второй workspace появился тоже. Ну и вот этот ремонт стоит, и здесь будет сохраняться. Вот видите, он собирается три создать. И, кстати, как он назовет этот сервер наш в тагах. Где там это, где там это дело. Блин. Вот видите, так будет называться mytest2. Ну, пиши, я workspace, и этот код использую. Все. Теперь давайте, знаете, что я здесь сделаю? Смотрите. И последнюю команду, в принципе. Terraform workspace delete. Я хочу стереть вот этот мой тест2. Я сейчас на нем нахожусь, смогу ли я его стереть. Давайте вам покажу, где мы находимся. Вот лист. Все. Мы, короче, проверили, все знаем, что делать. Все нормально будет работать. Все замачиваем сейчас. Terraform workspace list. Отлично. Теперь я хочу delete на том, на котором я сейчас сижу. Ну и как вы думаете, что будет? Mytest2. Нельзя видеть, потому что мы сейчас там есть. Ну ладно, тогда просто нужно сделать, перейти в какой-нибудь другой. Select default. Переходим в default. Мой в главный. И, короче, все. Я провел, что все работает. Просто все постирать, к черту. Все. Delete mytest2. Все. Стер чудненько. Можно проверить, что если уже не появилось его. Все. И мы перейдем в S3 bucket. Зайдем сюда. Увидите, сейчас рефреж нажму, что mytest2 исчез. Он стирает полностью все это дело. Молодец. Чудненько. Перейдем сюда. Давайте сотрем mytest1 теперь. Delete mytest1. Ну, вы помните, mytest1 там задеплойная инфраструктура вообще с mytest1. То есть там сервер бежит. И что он сейчас нам скажет насчет этого дела? Он вас предупредит. Он вас предупредит насчет этого. Вот, видите? Из not empty это не пустой. То есть вы создали ресурсы с этого workspace. Поэтому вы их оставите. Если вы хотите стереть просто workspace, то есть минус force. Видите? Добавьте и все. И все. Он сотрет. Но тогда ресурсы у вас останутся. Мы хотим ресурсы тоже замочить. Поэтому нам нужно просто сделать select. То есть мы протестировали. Да, удаляйте все. Mytest1. Terraform.deStroy. Удаляем все, что принадлежит этому workspace. Стираем наши три ресурса, которые, опять же, принадлежат workspace. Не наш главный workspace. Ну, workspace, дефолт. Здесь все в workspace. То есть это наш такой тестовый workspace. Production, как говорится, наш бежит. Продолжает. Его не трогали. После того, как мы удалим ресурсы, можно будет спокойно удалить сам workspace. И все. И мы останемся со нашим главным default workspace, там где наш продакшен. Все готово. Terraform workspace. Давайте проверим еще раз в нашем workspace. Нужно перейти в наш default. И затерем delete mytest1. Все. Всю дружность. Теперь, по идее, кстати, так как код у меня, ну вот я же исправил, уже там, да, и сюда добавил вот это, и здесь H1, H2 добавил. Давайте вернем обратно, H2, H2, вот этот, то есть, короче, единственное, что изменило, это добавил вот этот кусочек в коде. Ну, если запущу Terraform, Terraform, apply, ну, он нам сделает update, изменит название моего сервера, Sprot, как он назывался, Sprot, добавит ему, короче, workspace, дефолт, слово добавит. Ну, вот, в принципе, и все. Вы видите, собирается что-то одно изменить, а что она собирается изменить, это tag, дефолт, видите. Вот, спустя, ну, ладно, пусть это сделает. И все. Те, кстати, перейдем сюда. Секунду, я с ним буду нажать рефреш, посмотрим, что у нас здесь. Все у нас здесь. Ну, вот, наш, ведь он дефолтер стал. А истребакет, вот, я истребакетет, нажимаю рефреш, я удалил все workspace, кроме дефолт. Видите, это директория и NV2 тоже удалена. Все, то есть, просто все исчезло, все. И для напоминания, какие команды мы выучили, Terraform Workspace Show покажет нам, в каком workspace мы сейчас. Terraform Workspace List покажет все workspace, и при этом он покажет, в котором мы сейчас, он будет под звездочкой просто. Terraform Workspace New и название workspace, которое вы хотите создать, при этом New сразу же переходит вот в этот workspace. Terraform Workspace Select и название workspace перейти в какой-то другой workspace, допустим, дефолт, это главный. И Terraform workspace делит и название workspace, которое вы хотите стереть. При этом стереть в тот, в котором вы находитесь, вы не можете, поэтому вам нужно сделать select какой-то другой, и тогда стереть только тот, который вы хотели стереть. И все. И есть такая штука, как говорится, Terraformовская переменная, Terraform.workspace, в котором будет имя вашего workspace, который можно использовать в названиях, вообщем, во всяких вещах. Ладно, на этом все. Всем пока. До встречи на следующем уроке. Bye-bye. Субтитры сделал DimaTorzok